Автомобиль, средство, говорят, что это не роскошь, а средство передвижения. А вот и нет, точнее не для всех. Пока одни тупорец покупают автомобиль по адекватной стоимости, другие по-настоящему умные люди берут откровенно позерские тачки, лишь бы повыпендриваться. Я понимаю, что спорткары и оверпрайсовые баржи наверняка доставляют удовольствие и поднимают самооценку владельца до небес. Но ведь это не главная задача машины. А чтобы катать задницу в тепле и комфорте, можно ограничиться намного более приземленными вариантами. Но куда нам, холопам, да богачей с их игрушками? Впрочем, среди понторезов хватает и нищебродов. Но обо всем по порядку. Добро пожаловать на Теллблог.нет, и сегодня ты увидишь ТОП-10 понтовых тачек. Десятое место. Бентли. На Мерседесе говно вонючий нищий. Естественно, так ведут себя далеко не все собственники элитных британских седанов, купе и кроссоверов. Но подобные внутренние ощущения наверняка есть у многих Бентливодов. Ну а как по-другому? Ты же зачем-то отдал за тачку 20 с лишним миллионов, в то время как бизнес-класс BMW, Audi или того же Мерседеса стоит в два раза дешевле. Даже самый жирный 560-й Майбах будет стоить лимона на 2-3 меньше, чем Мульсан в базовой комплектации. В Майбахе ребята не остаются в минусах, а в Бентли так вообще идет сумасшедшая накрутка за бренд. То же самое касается и их Бентайги. Ну да, выпустили один из самых быстрых кроссоверов в мире. Но засунули туда вместо обычных часов Брайтлинг. Платите 20 с лишним лямов. И неужели какие-то миллисекунды, кожа с жопой аллигатора или откуда она там и блатной хронометр в придачу стоят того, чтобы отвалить в два раза больше, чем скажем за Х5М? Я не понимаю. Наверное поймут только панторесы, особенно те, которые покупают ущербные 15-летние Бентли на последние деньги вместо того, чтобы взять двух-трехлетнюю Кэмри и не парить себе мозги. Да какая разница, это Бентли и жизнь удалась. Девятое место. Тойота Супра. Новую Супру можно назвать машиной с прицелом на Понт, но таковой не являющейся. Заряженная версия с турбо-шестеркой на 340 лошадок и обвесом от TRD у нас будет стоить миллионов шесть, а за эти деньги ее возьмут только ценители Тойоты. Слишком маленькая узнаваемость. Любители Понта выберут что-то другое, типа Porsche Cayman. Но вот 25-летняя развалюхи – то, что надо, чтобы повыпендриваться. Во-первых, старую Супру любят сами Япошки за то, что она хорошо подходит для тюнинга в их стиле Басадзоку. Лучше тюниться только Селика. Во-вторых, если говорить о России, за 250 косарей ты получаешь спортивный, точнее, когда-то таковым бывший, автомобиль. Какая нафиг Лада за эти бабки или поддержанная Джета, когда на Супре ездил сам Полуокер из Форсажа? Что ж, аргумент. Ну окей, про Ладу пошутил. Все же я надеюсь, что люди, которые покупают старое спортивное корыто для Понта, берут их не в качестве единственной машины. Ведь так? Восьмое место. Mercedes E63 AMG. Признаюсь честно, мне самому чертовски нравится эта тачка. Как она выглядит, как звучит. Песня просто. Рулиться наверняка тоже офигенно. Но если включить здравый смысл, где-то на 63-й Ешке будешь ездить кроме города. Жесткая подвеска не позволит комфортно колесить на длинное расстояние или кататься по пересеченной местности. Скажешь, жирный салон решает? Ну так почему тогда не взять такую же жирную Е450 на полном приводе, которая стоит в два раза дешевле? Да потому что переплата идет за мотор, за то, чтобы дернуться с кем-то со светофора, чтобы прохожие шеи сворачивали, когда ты пролетаешь мимо с диким ревом. Но объективно говоря, нафига в городских условиях 3-4 секунды до сотни? Туда спешишь-то? На тот свет? 6-7, даже 8 секунд вполне достаточно для комфортного обгона. Но я уже сказал, что Е63 AMG берут для других целей. Седьмое место. Tesla Model S. Тут нужно сразу отметить, что понтовой эта тачка является для нашей страны. Только в Рашке за экологически чистую машину ты должен, как и все бензоводы, платить налог с полтысячи коней. Какой резонт ее покупки, если в России по состоянии на июль прошлого года насчитывалось позорных 170 электрических заправок, из которых 53 приходятся на Москву? Для сравнения, в Париже их более 750, а в Штатах одних только быстрых зарядок свыше 20 тысяч. Неудивительно, что сейчас в России происходит постепенный спад спроса на автомобили Tesla. Успехи предыдущих лет объясняются хайпом вокруг детища Илона Маска и серьезной маркетинговой компании. Однако сейчас, когда Tesla не является такой же редкостью, кто ее у нас купит, если нет инфраструктуры, нет поддержки со стороны государства? Только человек, у которого до жопы денег и который помешан на хай-теке, либо застрявший годуток в 2017-м Панторез. 6 место. Bugatti. Да, французская контора выпускает самый быстрый в мире серийный автомобиль, который разгоняется до сотки за 2-4 секунды. Круто, вопросов ноль. Но настолько ли это круто, чтобы платить 200 лямов? Если хочешь хорошую спортивную тачку, почему не взять, например, Porsche 911 Turbo S, который раз в 15 дешевле? А, извините, он едет аж на 0-4 секунды медленнее. Только я говорил и буду говорить, что все эти миллисекунды можно приложить к заднице, в реальной жизни они никому не нужны. В принципе, как и максимальные показатели скорости. Вот он мог разгоняться почти до 435. Не то, чтобы кто-то будет так разгоняться, конечно же, но вы могли. Вот именно, такие тачки покупают чисто для того, чтобы сказать, моя ласточка может разогнаться до 435 километров, а твоя нет. Панторезом этот факт просто греет душу. Как и то, что нищие на Porsche ездят в салоне, обшитом кожей обычных коров, а не альпийских, пасущихся на высоте минимум 2000 метров. Интересно, сколько богатеньких Буратино побегут делать предзаказ на новенькие Бугатти Чентадьечи стоимостью 550 миллионов рублей. Пятое место. BMW M5. Я думаю, именно она главная причина появления пословицы BMW – это диагноз. Если спокойно едущий E63 от Мерседеса еще можно представить, то M5, кажется, способна раздавать только так. Мощная баварская колесница с 600-сильным двигателем часто становится главным героем самодельных музыкальных клипов. А все потому, что на ней по умолчанию вытворяют лютую дичь, типа пятаков до сжигания резины или шашечек на дороге, что привлекает внимание молодняка. Просто держи меня за руку, я с тобой тут по тонкому льду. Хотя, че я об этом говорю? И ежу понятно, что люди, покупающие BMW M5, возят жопу на ней для двух целей – чтобы получить дозу адреналина и максимально броситься в глаза окружающим. Четвертое место. Тюнингованная копейка. Ничего не имею против советского автопрома, особенно если владельц ухаживает за своей колесницей, регулярно возит ее на ТО, в общем, держит в божественном состоянии. Но когда морально устаревшую тачку начинают колхозить, это вызывает только смех. Раньше, типа, крутым считалось ставить на вазы спойлер яркого цвета и присобачить на крыло наклейку волка или полуголой бабищи. Сейчас мамкины инженеры пошли еще дальше. Они вырезают катализаторы, чтобы зверь-машина под названием «Жигули» рычала сильнее. Стараются максимально занизить авто, а еще ставят громадные сабвуферы. Действительно, какая поездка на вазе без того, чтобы не устроить на дороге дискотеку? Хоть убей, такие действия остаются для меня крайне непонятными. Как по мне, лучше бы за эти деньги подвеску лишний раз прибрали, да масла хорошего в двигатель залили. Но это заводам виднее. Третье место. Rolls-Royce. Ну, тут говорить особо нечего, поскольку Rolls, то же самое, что и Bentley, только еще раза в полтора-два дороже. Если представительский Mulsanne стоит миллионов 20-25, то Phantom от 40 и выше. Я не сидел в таких автомобилях и не могу на 100% объективно судить, но, блин, мне кажется, что жирные BMW, Audi и Mercedes, особенно Maybach, которые стоят в 4 раза дешевле, ничем не хуже по части комфорта. Ну да, там нет звездного неба на потолке, а в двери не торчит зонт за 50 тысяч, и что? А то, что мало ездить просто комфортно, нужно ведь всем показать, что я могу купить себе Rolls-Royce, а вы и дальше ездите на своих ссаных немцах, да и на ссаном нищебродском Bentley тоже. Второе место. Lamborghini. Оказывается, Lambo еще не такие дорогие и примерно сопоставимы по цене с Bentley. Неудивительно, что уракан может себе позволить самый обычный блогер. Сума в 14 мультиков также подтверждается словами Гордея. Ну, а если 13, то я буду на дождь, как полгода. Если серьезно, то итальянскую бричку, как и Bugatti, берут, чтобы поколотить понты. Если на спортивных Mercedes и BMW хотя бы могут разместиться 4 человека, то Lambo – чисто выбор эгоиста. Обычно на ней наваливают самостоятельно, без пассажира спереди и срезают телочек. Да один внешний вид тачки говорит, что ее владелец любит, когда на него обращают внимание. Ну и соответственно от того, чтобы показать перед прохожими и кинуть понты, тоже не откажется. Ну и первое место – Гелик. Ну как же мы могли обойтись без УАЗика на максималках? За хайп вокруг кубика, сказать спасибо надо бандосам, на которых в 90-е все равнялись и которые полюбили Гелик за надежность. А еще обязательно нужно поблагодарить дизайнеров Мерседеса. Ведь это именно они кардинально не меняют внешний вид машины уже 40 лет, давая возможность любому понторезу с лямом на кармане купить 20-летнее ведро и чувствовать себя богом. Большинство людей все равно не видят разницы между старыми и новыми моделями. А если еще и стайлинг под новую версию сделать, то вообще только поклонники отличат. А по факту, что мы, точнее владельцы Геликов имеют? Тачка реально очень жесткая. То есть вот каждую неровность вы будете ощущать, причем ощущать не просто какими-то колебаниями автомобиля, а реально прям по позвоночнику. А ты думал, я говна на вентилятор накинул, когда назвал G-класс УАЗиком на максималках? Окей, у Булки была старая машина. Но ведь новый кубик, при том 63-й, тоже говена держит дорогу. За такие бабки ты должен стоять, как черт. Да, гелик это точно не про комфорт. Действительно считаете, что можно купить Гелендваген 63-й за почти 20 миллионов, простояв перед этим в очереди, и получить машину, у которой будет задний мост греметь? Нужен комфорт, почему бы не взять рендж-ровер? Нужна надежность, есть ленд-крузер. И то, и то дешевле. Зачем берут кубик? Как зачем? Хороший понт, он ведь дороже денег. Думаю, большинство наших подписчиков, которые отдали голос за G-класс от Мерседеса, считают, что лучше ехать с пацанами на велике, чем с чертями на гелике. А что думаешь на этот счет лично ты? Взял бы себе откровенно позерскую тачку, или отдашь предпочтение чему-то более практичному? Обязательно пиши свое мнение в комментариях, и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и наш паблик в Фонтакте, так же заглядываясь там, мы регулярно вместе общаемся, проводим подобные опросы и ерем над угарными мемасами.